Кракет 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 Судя по качеству газона, даже англичане бы позавидовали? Да, англичане были В прошлом году у нас играли представители Всемирной Федерации Кракета Стивен Малленер И он тоже очень отозвался хорошо про наше поле И сказал, если у вас получается ошибка, нельзя винить поле Это вы сами виноваты, да, и что мячик ушел мимо ворот Насколько я понимаю, чтобы закончить тему вот этого поля За ним нужно очень и очень скрупулезно ухаживать Сколько раз в неделю нужно стричь и вообще что нужно делать, чтобы оно находилось в таком идеальном состоянии? Ну да, как мы с мужем и в клубе и шутим, да, что это как бы четвертый ребенок, да Под которым нужно ухаживать и стричь как бы эту траву, да, которая как бы кажется чего там стричь, да, два раза в неделю идет И то есть чтобы все время было это, эти пару миллиметров, да, и чтобы мячик мог скользнуть очень мягко и плавно по полю Когда я оказался на этом поле, мне показалось, что я нахожусь на вимблдонском турнире И еще где-то в дресс-коде играют все строго в белом Да, да, у нас с вимблдоном есть очень большая связь Если посмотреть на поле крокета, то это абсолютно точные два теннисных корта, да, то есть по середине делаем линию, да, и тогда по всем размерам соответствуют двух теннисным кортам Также Сандра Харлинская поведала, когда вообще крокет из дачной игры превратился в Латвии в спорт И как она сама когда-то поддалась его магии Это было, ну, уже 13 лет назад, то есть тогда как бы через тот же самый дачный принцип, да, в этом же самом поле, да, он немножко был по-другому выглядел, да, поставили воротико и начали играть эту игру, ну, скажем так, как дополнение к семейным празднествам, да И как бы по случайности этот, через это шоссе ехал, ехал мой одноклассник, он увидел через окно машины, что я играю и осенью он мне звонит и говорит, я видел, что ты играешь крокет Я говорю, ну, да, один раз сыграла, он говорит, ну, давай делаем этот как вид спорта А теперь коротко о правилах В игре участвуют двое или парами, в руках молоток весом чуть больше одного килограмма, есть шары, кстати Их цвета перенял слукер, а еще ворота, через которые надо пройти Игра идет до 7 очков, нет табло, зато есть прищепки разных цветов, по которым легко можно определить счет матча Коротко о правилах нам рассказал, разумеется, судья Ну, цель, как говорится, молотком пробить шар через ворота Ну, и играет для того, кто первый, скажем, коротко играет, а 4 ворота пройти Ну, такой принцип в основном, да Ну, конечно, ты можешь мешать противнику пройти, убирать его шары Что это многие, которые начинают играть, когда доходят до этой стадии, что не только пробивают ворота А когда можешь помешать противнику, они говорят, о, это игра для нас В принципе, прямым ударом можно пройти ворота? Можно, можно прямым, и бывает, что можно даже два ворота за один удар пройти Кракет нельзя считать массовым видом спорта В нашей стране, к примеру, его культивируют всего 4 клуба Регулярных игроков под сотню, в регистре более 500 человек Но Латвия на мировой карте кракета все равно занимает особое место Так, год назад у нас прошел чемпионат Европы среди женщин В конце августа этого года Сиглда примет молодежный чемпионат Старого Света Фишка в том, что кракет в Латвии привлекает много молодежи И международные ассоциации это импонируют Правда ли это, что в принципе в кракет можно играть, когда ты уже держишь молот в руках И до тех пор, пока ты еще держишь молот в руках Есть такой спокойный, с одной стороны, вид спорта Но нужно приложить и тоже усилие думать Какую тактику, какую стратегию выбрать И как бы с такой физической стороны Не надо каких-то таких особенных свойств Кроме выдержки Да, выдержка, да, выдержка это самое главное Потому что иногда эта игра может длиться час Может полтора И сегодня были немножко и подольше Но это нужно, нужно быть, ходить Да, то есть и выдержку с утра до вечера Сами агличанины шутят, да, что кракеты это три вида спорта вместе Один это шахматы, нужно думать Второй это снукер, да, мячики нужно по плоской двигать Ну и третий это гольф В финале чемпионата Латвии по кракету принимали участие 8 сильнейших игроков Победила на этот раз Сильвия Фреймана Среди участников турнира в том числе были Бирута и Лига Которые в кракете уже более 10 лет Как вы оказались в кракете? Вид спорта не такой прямо распиаренный Поэтому наверняка должна быть хорошая история Да, меня Сандра пригласила попробовать И я сразу в первый раз на соревнованиях играла Ну вот так и осталась А вы до этого имели какое-то представление? Что это за игра вообще? Нет, я первый раз пришла И во время игры меня учили Я играла Хорошо, а у вас как было? Ну у меня родители начали Мама с мужем А и тоже Сандра друг семьи И вот одни каникулы приехали, другие И как-то, ну что в это время делать, смотреть, как они играют Ну нет, будем играть вместе Так и как-то заигрались Ну чтобы с семьей вместе быть Как ваша семья, родные относятся к вашему увлечению? Ну не очень, сами не хотят играть И поскольку это занимает очень много времени Так и не очень относятся Ну они говорят, ерундой занимаешься или что? Ну зачем так много заниматься? Не говорят ерундой, они говорят, зачем так много заниматься? То, что здесь есть дресс-код для девушек, для женщин Это привлекательный момент? Да, очень Красиво же Все такие одинаковые, белые Это же так чисто сразу выглядит Что бы вы сказали тем людям, которые сомневаются? Вообще надо заниматься кракетами? Не надо? Почему все-таки надо прийти и попробовать? Я считаю, что обязательно нужно прийти попробовать Хоть один раз Чтобы действительно знать, нравится или нет Даже если не понравится Это пойдет на пользу тем, которые играют Потому что целый день на свежем воздухе Это тоже хорошо И что еще, что крокетом можно заниматься Не имея физической подготовки Не имея никаких знаний Мы все научим, покажем И до глубокой старости На этой позитивной ноте и закончим разговор Держим молоток, пока еще можем удержать Когда не можем, тогда держимся за молоток Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! До встречи! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...